Друзья, всем привет! Сегодня хочу вам показать 5 армейских упражнений для прокачки мышц спины, которые мы использовали во время того, когда я служил в 217 полку. Итак, поехали! Итак, первые 3 упражнения мы будем выполнять на перекладине. Так как армия и перекладина, это можно сказать одно целое, если мы говорим о физо, поэтому первые 3 используем на перекладине. Друзья, смотрите, есть разница в подтягиваниях армейских, когда мы берем себя с закрытым хватом, полностью выпрямленный, и подтягиваемся до подбородка. Ничего общего с прокачкой спины тут, конечно же, нет. Да, каким-то образом спина работает, но правильные подтягивания на спину, именно на прокачку, во-первых, мы беремся открытым хватом и беремся шире, значительно шире плеч, подтягиваемся к груди, и когда мы подтягиваемся, нам необходимо плечи и лопатки свести вовнутрь, к позвоночнику. Это самое важное правило. Если вы это соблюдать не будете, то, соответственно, подтягивания не будут считаться правильными. Обратите внимание, как работает моя спина. То есть лопатки, широчайшие мышцы спины, они сводятся друг к другу. Второе упражнение мы также выполняем на перекладине, это подтягивания за голову. Такое прям, так скажем, не совсем легкое упражнение, не совсем правильное. Если у вас больные плечи, то стоит исключить это упражнение. Подтягивания за голову. Вам не нужно подконтрольно сводить лопатки к позвоночнику, задача лишь подтянуться за голову. У вас сразу же работают широчайшие мышцы. Сложное упражнение и травма опасная. Поэтому, если есть какие-то травмы на плечах, то полностью исключаем это упражнение. И третье упражнение, одно из самых моих любимых упражнений, это подтягивания на ширине больших пальцев. Также хват открытый, ширина больших пальцев, пальцы сверху, лопатки сводим к позвоночнику, подтягиваемся к груди. Диапазон повторений каждого из упражнений примерно от 10 до 20 повторов, если мы делаем без дополнительного веса. Если с дополнительным весом примерно от 20% до 50% от собственного веса тела, то это, наверное, от 6 до 12 повторов. Больше нет смысла, если мы говорим о гипертрофии мышечных волокон. Четвертое упражнение намного сложнее предыдущих за счет того, что здесь идет нереальная статическая нагрузка. Смотрите, нам необходимо встать в позицию переднего виса с согнутыми ногами. Руки мы ставим на ширине больших пальцев и подтягиваемся к поясу. Здесь работают как руки, так и широчайшие мышцы. То есть, обратите внимание, что амплитуда медленная. Диапазон повторов строго без дополнительного веса. Максимум, что мы делали, это надевали бронежилет. С бронежилетом мы выполняли 6-8 повторов. Без дополнительного веса до 12 повторений этого вполне достаточно. И крайнее, пятое упражнение. Мы пойдем на брусья. Я много раз рассказывал про это упражнение. Это подтягивание к брусьям. Здесь брусья не совсем широкие, но я постараюсь сделать все-таки. Ноги мы закидываем, обратите внимание, носками. Цепляюсь носками. Корпус выпрямляю. Грудь вперед. Делаю что-то подобие горизонтальной тяги. Лопатки тоже самое свожу к позвоночнику. То есть, основная суть широчайших мышц спины, то, что мы ими работаем. Плечи отводим назад. Грудь вперед. Прогиб поясницы. Лопатки к позвоночнику. Смотрим прямо. Выполняем строго, без дополнительного веса. Диапазон повторов от, так скажем, 8, если вы новичок. И если вы человек, который уже с опытом, то от 10 до 25 повторов. Ну что, друзья, я вам показал 5 армейских упражнений, которые мы выполняли во время того, когда я служил в 217 полку. Если вам понравилось это видео, то ставьте ему лайк. Также пишите топ своих упражнений с собственным весом тела. Ну а с вами был я, Андрей Филиппов. Всем до скорого. Всем удачных тренировок.